Павел рассуждает о любви Божьей, о верности Божьей в исполнении им его обетований. И проблему он открывает в том, что если некоторые не получают обетования, то причина не в Боге, а в человеке. И мы с вами продолжаем рассуждать о принадлежности к истинному Израилю. Кто принадлежит истинному Израилю? Как Бог сделал Авраама прототипом всех верующих? Нам это важно знать, потому что мы его дети. Для иудеев Отец означал не кто-то, кто родил их. Согласно контексту, слово Отец означает тот, кто является моим примером, моим прототипом. Начнем с повествования о призвании Авраама. Это очень важно для нас. Бытие, 12 глава, 1 стих. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». Почему? Разве Богу нравится разрушать семьи? Есть текст, где сказано, что Авраам и его семья, его родители и родственники поклонялись другим богам. Мы читаем книгу Иисуса Новина, 24 главу, и 2 стих. «И сказал Иисус всему народу, так говорит Господь, Бог Израилев, за рекою жили отцы ваши издревле, Фара, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам». Обратите внимание, служили иным богам. Когда Бог призвал Авраама, то тот не был верующим, но идолопоклонником. И Бог сказал ему, выйди из этого окружения. Подобно этому Бог говорит сегодня тем, кого призывает. Евангелие от Матфея, 28 глава, 19 стих. «Итак, идите, научите все народы, крестяя их во имя Отца и Святого Духа. Выйдите из этого мира и идите в церковь, которую я создал». То же произошло и с Авраамом. Затем мы читаем Бытие, 12 главу, 2 и 3 стихи. «И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Почему иудеи не увидели, что Бог в Аврааме благословил весь мир, а не их одних? Они с самого начала неверно понимали это призвание. Авраам повиновался этому призванию. «И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним лот». Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. В послании к экифиреям сказано, что Авраам повиновался верой. Он повиновался Богу не потому, что хотел быть спасенным, но потому, что поверил Божьему обетованию. Евреям, 11 глава, с 8 стиха по 11. «Верою Авраам повиновался идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обетал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Авраам поверил, и его послушание было послушанием веры. Когда Бог призвал Авраама и дал ему обетование, то у него не было детей. Ему было 75 лет. Он был женат, но не имел детей. Бог обещал ему, что он будет отцом великого народа. Это значило, что Бог даст ему сына. Можно себе представить Авраама, говорящего своим близким и друзьям, знаете, Бог даст мне сына. Но проходит год, два, три, и люди начинают спрашивать его, кстати, где обещанный тебе Богом сын? Для того, чтобы родить сына, необходимо не так уже много времени. Проходит четыре года, пять лет, и еще более приходит смущение. Проходит восемь лет, а детей все нет. И Авраам становится все старше. Но дело не в Аврааме, а в Саре, которая не только была бесплодной, но и по возрасту уже не могла рожать. Авраам – это имя, данное ему родителями. Авраам – это имя, данное ему Богом. Имя Авраам означало благородный отец. Для иудея значение имен было чрезвычайно важным. Итак, он был благородным отцом, возвышенным отцом. И Бог говорит ему в бытие, 15 глава, 1 стих. Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика. Ответ Авраама. Авраам сказал, владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным, распорядитель в доме моем, этот Елиозер из Дамаска. Домочадец его, наследник его. Другими словами, Божий, я все еще бездетный, что случилось с твоим обещанием? Разве Елиозер – это обещанный мне сын? И мы слушаем ответ Божий. И было слово Господа к нему и сказано, не будет он твоим наследником. Но тот, кто и произойдет из шресла твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. И читаем, Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Но проходит еще два года, и Сара, жена его, подходит и говорит, знаешь, Авраам, я думаю, Богу нужно помочь. Согласись, уже прошло 10 лет, он сказал, два года тому, что родится ребенок у тебя. И мне кажется, что он не имел в виду меня. Дело в том, что ты еще полон сил, но не так, как я. И я уже стара для того, чтобы иметь ребенка. Для меня это неизбыточная мечта. Богу нужно помочь, потому что люди смеются над нашим Богом. Почему бы нам не сделать что-нибудь со своей стороны, чтобы оправдать его обещания? В те дни часто практиковалась замена материнства. Они решили использовать этот метод. Сара сказала Аврааму, у меня есть предложение, пусть родится сын от моей служанки. И мы этим поможем Богу. Мы докажем людям, что для Бога нет ничего невозможного. И Авраам согласился. Ему уже было 85 лет. И прошло 10 лет после его прихода в Ханаан. Итак, родился Измаил от Агари. И Авраам сказал Богу, Боже, это твой обещанный сын. Но что Бог ему ответил? Нет. Я не просил тебя помогать мне. Единственное, о чем я тебя прошу, так это поверить моему обещанию, моему обетованию. И вы знаете, что Бог сделал? Он ждал не 8, не 10, но еще 14 лет. Пока не стало возможным с точки зрения науки и человеческого опыта, Саре, иметь ребенка. Бог говорит Аврааму, которому было 99 лет. 17 глава, 1 стих. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен. Что это означает всемогущий? Это значит, для меня нет ничего невозможного. Что же это слово непорочный означает, согласно контексту? Бог не говорит о непорочных поступках. Он говорил о непорочной, совершенной вере. Понимаете? У Авраама была несовершенная вера. И случай с Агарью доказывает это. Такая вера создавала препятствия для Божьих действий. Бог желал устранить это препятствие. Вот о чем он говорит Аврааму. Я хочу, чтобы ты имел непоколебимую веру. Чтобы ты верил мне, независимо от мнения людей мира сего. Без веры Бог не мог заключить с Авраамом завет. Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов. И не будешь ты более называться Авраамом, ибо я сделаю тебя отцом множества народов. Далее, Бог переходит к отношению завета. Читаем 9 стих 17 главы. И сказал Бог Аврааму, ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Здесь мы часто имеем проблему. Что Бог имел в виду, когда сказал, ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Имел ли он в виду потомков по плоти или духовных потомков? Посмотрим на сам завет. Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между собою и между вами, и между потомками твоими после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужской пол. Практикуют ли это сегодня христиане? Только некоторые. В Африке некоторые христиане обрезаются, потому что обрезание – это часть их культуры. Но если мы не совершаем обрезание, значит ли это, что мы не дети Авраама? «Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знаменем завета между мною и вами». Имеем ли мы это знамение? Обрезание было знаменем завета между Богом, мною, и потомками Авраама, вами. Оно не было подлинным заветом, но знаменем завета. Что знамение с собой представляло? То, в чем иудеи ошиблись. Они взяли знамение и сделали его реальным заветом. Фактически, одним из первых теологических противостояний в христианской церкви был вопрос обрезания. Книга «Деяния апостолов», 15 глава. Там иудеи говорили христианам в Антиохии в то время. До тех пор, пока вы не обрежетесь, как мы читаем об этом в Бытие 17 главе, вы не дети завета, вы не можете спастись. Павел и Варнава сражались с ними. Они говорили верующим изъязычников, ничего не делайте. Мы не позволим такой теологии проникнуть в христианскую церковь. Они не смогли решить эту проблему на месте. И тогда обратились за помощью к братьям в Иерусалиме. И благодарение Богу, что Петр, Иоанн и Иаков, столпы тогдашней церкви, защитили теологию Павла. Временами нам полезно читать 15 главу этой книги удивительной «Деяния апостолов». Что завет означал? Что он символизировал? Прочитаем два текста. Один текст из заявления Моисея, где он исправляет это неверное понимание. Второзаконие. Десятая глава. Шестнадцатый стих. «Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыны». Другой текст из книги пророка Иеремии. Четвертая глава. Четвертый стих. «Обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть с сердца вашего, мужа Иуды и жителей Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся, как огонь и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших». Оба эти текста говорят об одном и том же. Что это такое? «Обрежьте сердца». Другими словами, оставьте неверие. «Авраам, ты сомневался во мне и в моем обетовании. Я желаю удалить все твои сомнения. Я хочу, чтобы ты доверял мне и моему слову. Я желаю заключить завет с тобой». Обратимся к Новому Завету и послушаем. Что там сказано об обрезании? Конечно, Павел был величайшим толкователем закона. О чем Павел говорит здесь? Он обращается к филиппийским верующим, которые преимущественно были из язычников. Третья глава, третий стих. «Потому что обрезание – мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся». Дорогие мои собратья, если бы Авраам не понадеялся на свою плоть, не родил Измаила, то и не было бы нужды в обрезании. Но он понадеялся на свою плоть и теперь должен был расстаться с частью этой плоти, таким образом показывая свое отречение от упования на ее дела. После этого он уже никогда не сомневался в исполнении обетования Божьего. Таким образом, истинное обрезание символизирует веру в Иисуса Христа. Это не действие, которое спасает нас. Это истина. А что такое истина? Колоссянам, 2 глава, 11 стих. «В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым». Это относится как к мужчинам, так и к женщинам. Что из себя, дорогие мои, представляла вера Авраама? Это вера без малейшего сомнения. Как вы помните, будь не порочен. Вот эта вера. Хочу предложить вам два заявления. Они не согласуются с рационализмом, с научным методом, но я напоминаю вам, что Авраам не искал научных доказательств. Он поверил сверх надежды. Одно заявление мы находим в послании к римлянам. В 13, прошу прощения, в главе и в 14 стихе. «Но облекитесь Господа нашего Иисуса Христа и попеченье о плоти не превращайте в похоти». Второе. Галатам. Пятая глава, 16 стих. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». Верите ли вы на основании этих заявлений, что Бог может дать вам полную победу над грехом? Вопрос не в том, «Господи, покажи мне кого-нибудь, кто это сделал?» Или «я старался, старался и потерпел неудачу». Абраам старался 24 года и потерпел неудачу. Но когда Бог пришел к нему, потому что все старания оказались бесполезными, он поверил. «Верите ли вы тому, о чем Бог говорит в Своем Слове?» Ответ на этот вопрос делает нас пригодными быть детьми Авраама. Авраам имел непоколебимую веру. Откуда я знаю? Потому что после того, как Бог заключил с ним завет и дал ему на следующий год ребенка, Исаака, 17 лет спустя, он сказал Аврааму «убей его». И мы читаем евреям 11 главу, 17 стих. «Верою Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака и, имея обетование, принес единородного». 24 года он ждал этого ребенка. И он мог возразить Богу, «Если я принесу своего сына в жертву, то как же ты исполнишь свое обещание?» Но Авраам не задавал больше Богу вопросов. Он дал объяснение этому странному повелению в своем уме. «Ибо он думал, что Бог силен из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование». Другими словами, если Бог дал мне Исаака, когда это было невозможно, то он может и воскресить его. Для Бога нет ничего невозможного. Он Бог всемогущий. Он сказал мне, чтобы я принес Исаака в жертву. Я сделаю это, потому что знаю одно – Бог не нарушает своих обещаний. И я верю ему, что он исполнит свое обещание. Есть ли сегодня такие верующие? Я думаю, что мы имеем больше свидетельств о всемогуществе Божьем, нежели Авраам имел. Почему же нам порой так трудно поверить тому, что Бог говорит «ты мое дитя»? Почему мы не верим Ему, когда Он говорит «я смотрю на вас в Иисусе Христе так, как если бы вы никогда не согрешали». Кто-то скажет, но ведь я же чувствую себя грешником. Дело не в том, что ты чувствуешь, а в том, что Бог говорит. Иоанн 5 глава, 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Вы этому верите? Авраам был отцом природных иудеев, и Авраам есть отец всех верующих, которых Бог сопричислил к своему народу Израилю. Заключение мы можем прочитать. Галатам 3 глава. 6 стих. «Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Как Авраам стал праведником не делами, но верой в Божье обетование? Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама и писание провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестил Аврааму, в тебе благословятся все народы». Дорогие мои, знал ли Авраам Евангелие? Несомненно. И так верующие благословляются с верным Авраамом. Если вы верите, что Бог искупил вас, если вы верите, что Бог дал вам новую историю, новую индивидуальность, в которой вы уже оправданы в жизнь вечную, то вы – дитя Авраама. Если вы верите, что Бог может владеть вами через Святого Духа и дать вам полную победу над грехом, то вы – дитя Божье. Бог не спрашивает вас о поступках. Он ищет вашей веры. Он совершает действия. Вначале во Христе, а затем уже в вас. Все, что Он говорит сегодня, так это – «Я желаю видеть народ, который поверит Моему Слову». Без тени сомнения, будет ли это оправдание, или освящение, или прославление – это мое действие. От вас же ожидается только вера. Бог творит в христианине все новое. Он оправдывает нечестивых, благодарение Ему за это. Он освящает верующего, благодарение за это. И Он прославит нас в конце времени. Слава нашему Господу! Это моя молитва, чтобы вы сделали то, что Павел делал, через которого Бог объясняет эту истину. «Природное имя Павла было Саум». Как Саум, он был сыном Авраама и преследователем христианской церкви. Но когда он нашел Евангелие, знаете, что он сказал? Послание филиппийцам, третья глава, седьмой, восьмой и девятой стихи. «Но что я почитал преимуществом, то ради Христа я... То, что раньше было для меня преимуществом, то ради Христа я почел счетою. Да и все почитаю счетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобресть Христа и найтись в нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». После этого только он изменил свое имя. Мы видим, он, хотя и был по правде законной, непорочным, но он не принадлежал к истинному Израилю. И только после того, как он отказался от своей праведности, он стал истинным израильтянином, и он стал Павловом. И моя молитва, мои дорогие, чтобы мы сегодня с вами изменили свое имя. Не буквально, но изменили наше сомнение в веру, чтобы мы стали истинным детем Божьим через веру в Иисуса Христа. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok